Больш инновацийной продукции, больш инвестиций на основе инноваций. Гэтага чакаюць у дельники 8-го Международного экономичного форуму, який урочисто открылся у Витебску. Гости намерены ознайомиться с запущными инновацийными распрацовками и технологиями витебских вытворцев, а так само с инвестицийными махчымастями региону целым. У свою чергу каждый район в области зацекавленный у притягнений инвестиций, наладживание взаимовыгодных относин по развитию высокотехнологичной вытворчасти, створение несуместных предприятий с подробностями Инна Кириенкова. Селетний экономичный форум можно окреслить, как самые представничные запущенные годы. 85 делегаций из 20 стран света съехались в город над звиной. Усяго больше за 450 у дельников. Среди их представников ведущих бизнес-компаний, гандлевых представничеств и дипломатичного корпуса. Зранку гостей сустракали у Витебским Абл-выконками, гостина и сердечно. И тут же отбались первые знакомства и разговоры. А мета во всех одна – наладживание развития супрацовничества на взаимовыгодной основе. Як Николи, самая представничая оказалась и делегация Китая. Бизнесмены из четырех провинций выказали жадание принятию дел у форума. Выделяют очень большое внимание развитию межрегиональной связи. Я также уверен, что они найдут точки сопряжения сотрудничества и дальнейшие установили барнерские отношения. Наша компания занимается производством строительных материалов. Именно поэтому я знаю, что сейчас по этой сфере в Беларуси есть очень большой спрос по мере экономического развития в Республике Беларусь. Именно поэтому мы хотим бы в этой сфере найти партнер для дальнейшего сотрудничества. Усё больше замежных компаний выбирают Витебскую область для ведения бизнеса. Выгодное географическое становище Придвинского региона, которое межит отразу с трьми окраинами, богатая природа и вытворчивая инфраструктура, а так же створенная правовая база. Усё это не может не привабливать замежного инвестора. Мы рассматриваем разные предприятия, в том числе метал, предприятия, которые работают с металом, а так же с едой, с производством продуктов питания. Открываючи форум со сцены летнего амфитеатра, старшиня Витебского Абл-Волканкама Миколай Шарснёв выказал упевненность, что эта пляцовка надасть новый импульс для развития взаимовыгодного сопрацовничества. Витебская область володая богатым вытворчим и навыковым потенциалом. Тому зацикавлена устворение совместных высокотехнологичных вытворчостей и новых працовных мест. Впервые в республике из шести районов Витебской области президентом Республики Беларусь определены 211 участок, расположенные в замороженных и экологически чистых местах Витебска, включающие лесные води и более сотни озер, которые в заявительном порядке предоставляются инвесторам для реализации проекта в сфере туризма, отдыха, оздоровления. По традиции, первым кроком на шляху сближения и наладживания партнерских соведей стало подписание погоднения об супрацовничестве помеж администрациями районов и городов, предприемствами и организациями краин-суседев. Одна с традицией форума – урочистое ознагороджение талиновитых молодых вучоных и специалистов и переможца у конкурсу профессийного майстерства. Витебский форум «Инновация, инвестиция, перспективы» – это, перш за все, махчимость поведомить потенциальным деловым партнерам про досягнение Витебской области, махчимости, преференции для ведения бизнесу. Этот форум более четко определяет те преференции, которые есть, наверное, только в Витебской области. Это отдельные указы, это отдельные возможности. И, конечно, желание сотрудничества, желание работать с иностранными и отечественными инвесторами. Это прежде всего мы выделили точки роста развития области, мы их жестко и четко обозначаем на форуме. Это и сельскохозяйственная отрасль, и промышленный сектор, туризм, поэтому и транзит, и логистика. Инвестфорум присвечен пытанием супрацовництва у сферы створения и просовывания инновационных технологий, реализации суместных инвестиционных проектов, вытворчивости высокотехнологичной, экспортоориентованной и импортозамещальной продукции. Этот форум реально дает нам новые контакты, мы знакомимся с людьми, люди интересуются нашей продукцией, и в дальнейшем заключаем договора на поставку нашей страны. Мы заинтересованы в налаживании мостов со всеми регионами Республики Беларусь. Мы уже освоили, имеем партнеров в городе Минске, но хотелось бы иметь региональных представителей. Сегодня можно сказать, что форум стал международной подеей у экономицы. На сцене летних амфитеатра замасовывают подписами важные документы. У первый день форума старшиня Витебска Аблваканкама Миколай Шарсню и первый наместник старшини Урада Саратовской в области Вадим Ойкин подписали дорожную карту по реализации погоднения по меж Витебским областным выканавшим комитетам и Урадам Саратовской в области Российской Федерации об гандлево-экономичном, культурном и гуманитарном супрацовнестве на 2019-2021 годы. Два года назад было подписано соглашение между правительством Саратовской области и Витебской областью. И как раз сегодня вот эту дорожную карту мы прописали как раз это в рамках того соглашения непосредственно конкретное предложение направлений, по которым мы будем дальше двигаться во всех направлениях, как в инвестиционной, как в экономическом направлении, так как я говорил в образовательной, в культурной среде. В рамках всех соглашений, которые подписывает и исполнительная власть, и торгово-промышленная палата на строй нашей области, на конструктив, чтобы у нас был результат. Партнерские погоднения для замоцования взаимовыгодного супрацовнества подписали Витебский областный центр маркетингу и Российский фонд развития международных деловых сувезел. Мы здесь на этом международном форуме, нам интересна Витебская очень область. Сегодня планируется много договоров заключать с витебскими представителями предпринимательства. Такой первый шаг к нашей совместной дружбе и развитию дальнейших отношений. Всем очень интересно, я думаю, что серьезные контракты будут. Протокол об намерах по усталеванию сябровских относен подписали китайский Фуджоу и Полоцкий район, украинский Чугую и Витебский район. Сподяемся, что гэтые партнерские погоднения станут залогом дальнейшего взаимовыгодного супрацовнества. Юлия Устинова, Инна Кироенкова, Ян Пчельников, Станислав Дудин, Новины, Витебск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова